Что-то его шатает нормально, да? Выпил и чуть... Как так-то? О, я имею в виду в органах. Да? А где? Нигде? Нет. Ксива, бывший сотрудник, как он сказал? Где написано? Увеличил? Да, да. Хорошо видно? Хотелось бы позоверить. Он же не зря проговорил. Давай, на громкую включи, чтобы мы только послушали. На месте вы отказались. Проходите. Вы в наркологическом диспансере поедете? Отказывайте. Отказывайте. За мной миллион продал. По триста. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий. Желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Ну, а вот тут дверь можно. Ну да. Ну да. Ну да. Ну тут непонятно. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, обращение. Водителя нужно проверить на состояние опьянения дорожной контроли. По какому адресу? Принц. Это какой у нас здесь Московский проспект? Это 171. 171. Третье, киберосики, пощадки. На столь чётно, фактику, пощадку, начну движение по Московскому праву. Поехал на поворот на подворы, наверное, оттуда на Сенковой. Поехал на поворот на подворы, наверное, оттуда на Сенковой. Поехал. Спасибо. Что-то его шатает нормально, да? Мы сейчас повернули на Ломоносово. Он только что развернулся в обратную сторону и на Ломоносово повернул. Едем по Ломоносово. Внимание, внимание, внимание. Подробнее. Восточная по Ломоносово. Принема саратов. Рыбе 461. 482. 482. Саратов. Мы едем, вот на светофоре сейчас остановились Вот я думаю, они нас должны настигнуть Он сейчас на светофоре, что у нас здесь за адрес? На Ломоносово 114.10 114.10 с Ломоносово проезжаем Едем в сторону Схи Впереди камера, да? Впереди камера Поворачиваем налево, здесь во дворы Так, что у нас было? 114.14.14.14 114.14.14.14 114.14.14 114.14.14 114.14.14 114.14.14 Повернули, скорее 114.14.14.14 114.15 114.15 114.14.16 114.14? 그러면 142 platforms 114.14.14 114.14.14? он сейчас высаживает походе у пассажира мне кажется он дальше поедет вот его надо остановить уже одного экипажа поедет до ломоносова сейчас я думаю поедет потому что здесь он высаживает людей сейчас он куда-то пойдем сейчас он вот он начал сейчас движение не забудет его парковаться либо поедет на сейчас посмотрим давай давай сейчас смотрим-смотрим сейчас пока здесь во дворе что-то не через окно общается что-то что говорили он довез значит сейчас по он выезжает сейчас со двора скажу куда он пока тут на перекрестке 114 дров 19 он сон здесь во дворы во дворах и вон что-то тортанул прям нормально я еду дома в том что ему ценят дров 27 114 27 ух ты ух ты он тут залез короче он трапает он залез он залез тут он здесь он здесь адрес какой ломоносова алло 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 слышно меня Да, 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 да Нет, а зачем на другую разъехать Это пешеходная зона С пешеходной зоны, смотрите, мы заехали Съедьте, пожалуйста, с пешеходной зоны При паркуте автомобиля Да ладно, пусть что, не мешает Туда писать хотел, что-то? Да иди по себе Иди писать Да и вон туда иди Он, 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 он Покушет пошел, он клюнул вообще А он вообще метрый, не метрый здесь Не метрый, а далеко вообще Лесная поляна там Чуть едем прямую Ну, понятно Выпил и чуть кругами еду В общем, как так-то? Да так-то, блин Зачем? Вот вопрос Зачем? Че, че надо, скажите? Ничего не надо Хотели просто пообщаться о жизни Еду неполно трогать, правильно? Все верно Ничего не трогать Вы пьяный? Нет Нет? Вы только что сказали Выпили-выпили и ездите Аккуратненько потихоньку Сказать бумагу? Какую? Отрезу, путевка На что? На машине, смысл, путевка? Нет Ну, шо? Какая бумага? Какая бумага? Какая бумага? О чем просто это? Скажите, напрямую Вот я живу в соседнем доме Перегнал машину Потому что сказали Перегнать ее машину туда 007 Какой-то подъехал мужик Перегоним машину Откуда-ка Вот с того подъезда На этот подъезд Ресторан Принц Знаком такой? Принц? Нет Не знаю, кто это такое Работает, чем занимаетесь? Частный бизнес То есть нигде в органах не служит? Нет А чем же занимаетесь? Если не секрет, бизнес Чем ему заниматься? Так же, как и вы А как мы? Так же Так же, это как Просто вы в состоянии опьянения Вот скажите Что людьми движет Чтобы сесть в состоянии опьянения за руку? Что должно сделаться? По чесноку Чтобы разойтись ровно Возраст Возраст? Какое отношение? То есть, скажем, с возрастом приходит Сознание того, что может ездить пьяным? Те, которые выпили и ведут себя недократно Они ездят где-нибудь на бугорк Правильно? Ну, за юг А вы, когда ездите пьяным, то что? Я пьяный никогда не езжу Ну, сейчас выйдем же Ну, я же чувствую И вы это знаете прекрасно Верно? Нет Ну, не хорошо тоже, верно Разойдемся По полу чего-то ГУ 100 метров Вы сказали, где-то лесная поляна Нет, два подъезда до дома А, вам осталось доехать до дома? Два подъезда Скажите, вот что движет людьми? Вот возраст Это как-то вот Возьмите в команду В команду? Ну, вот так вот Работать, бороться с этой хуйней В команду взять? Да Вы, то есть, под прикрытием будете работать? Да Будете, в общем, припьете Нет, 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 нет Ну, чтобы понимать, что вы делаете Нужно в этой ситуации побыть, правильно? Ну, смотрите, чем мы занимаемся Да Ну, я реально хочу понять Есть смысл заниматься этим делом или нет? А каким именно? Ну, тем, чтобы вот тормознуть И сказать и лечить Может быть, блядь, для меня и сознание Я завтра еще кого-то там на пути наставлю нормально Зачем это надо? А вы сами вообще на этот путь придете? Приду Блядь, никому не надо Потому что Дело в том, что Ну, может, блядь, и Ваша группа А если все они в Христане пить? С кем мы будем бороться? Нет, пить мы же не против Ну, кто хочет, выпивает Пацаны, главное Короче, смотрите Давайте, давайте Подождите Давайте Нет Никто не ездит за рулем Я по лесу езжу Грубо говоря Давайте так Через 40 минут Встречаемся на Московский проспект Где-нибудь И приезжаю я И едем лечить В других идет В этом состоянии, в котором вы сейчас Нет Ловля на жирца Так, пацаны, ну давайте так Договоримся Ладно, я вижу, вы так нормальные пацаны Я тоже там Мне есть нормальные регалии Встречаемся в одном определенном месте И посмотрим, кто сдуется, кто не сдуется По почве будет Встречаемся, сидим в центре И будем бороться Против чего? До всех Домахиваться Потому что у нас уже Просто жопа какая-то Жопа, я согласен Надеюсь на то, что жопу мы усугубляем Еще больше делаем Когда мы садимся пьяными за рулем Подождите Ну, допустим Вот сейчас вы тормознули машину Там машина едет Она никому плохого ничего не делает Правильно? Ну, вы смотрите Когда вы ехали за рулем У вас немножко Стиль вождения Он немножко поменялся А, вы меня У вас была Чик У вас было отснято В принципе, да? Абсолютно Повели меня, да? Абсолютно правильно Ну, если бы я так Имел понимание Мог бы раз И соскочить Ну, я не соскочил Ну, и что? Я что, сделал противозаконное? Вы что сделали противозаконное? Да Ну, смотрите Станя Пиняне управляет транспортным средством Подвергайте чужой жизни по сути У меня, у меня сидел человек за рулем А, за рулем? Да То есть, не вы управляете транспортным средством? Вы только что говорили, что вы ездили, припарковались Давай подружимся Меня зовут Константин Тебя зовут Вадим 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 А, за что, сторонник плохого Я, реально, блядь Ну, я никому ничего не сделал плохого Нет, конечно, не сделали Слушай, Слав Крикни, пожалуйста Там телефон мой просто лежит О том, как молодец Звонит и рец То есть, я, блядь, собрал Сегодня просто у нас, у нашего отца родного 70 лет, блядь, просто, ну, получилось так У всех по-разному тоже момент такие У кого дети родились Ну, это же не повод, ладно, пухнуть, у тебя вопросов никаких Но не повод садиться пьяным за руль У нас же такси копейки стоят Согласен Так в чем проблема, так в чем проблема Согласен Я в этом городе Ты с какого года рождения? Я 83-го А я 68-го У меня есть карпанс Ну, мы разговариваем без диктофона Без диктофона не пишут Дело в том, что 90% которые работают Я их всех знаю А, сотрудников ты имеешь? Перековое Мужик звонил Мужик-то есть в этом? Могу завтра Встать как ты Собрать команду И ебать тебя здесь Хочешь? Конечно Че с этого выйдет? Да еще не выйдет Как начнется, так сразу и закончится А почему? Ну, потому что не за что А потому что каждый погон, который в городе Воронеж приезжал 40 лет назад Я их встречал У меня есть Блин, ну Испортился бы Ну Я поехал Ну ты раньше служил, не служил? Как я не служил? Ты че, обалдел? Ну, я имею в виду в органах Да? А где? Нигде Нет 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 Ну, в ДПС Повиция Ты говоришь, что бывший сотрудник? Нет Ну, бывший сотрудник Ничего нет Ну, бывший сотрудник Нет Что? Сейчас соберу команду и буду вам так же ходить на Афу Ты до этого говорил, что давайте вместе заниматься Сейчас говоришь против уже команду Ну, как это так? У моих действиях было нарушение В твоих действиях? Послушай, ну в твоих действиях нарушение какое есть? Ты управляешь транспортным средством в сцене опьянения Это не нарушение? Нет То есть это допустимо? Да у меня водитель сидит, посмотри Глянь Глянь Вот, бать мне сидит Убежал 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 уже Убежал Я согласен Убежал Все, мы будем Корней, давайте дружить Так мы же вообще Мы наоборот только за это Мы всегда только дружим Ой, а вот скажите Вот тут по чесноку Чеснок Что вот двигает вами Чтобы сесть за руль пьяным? Вот что? Ну что такого? Вот я не понимаю Почему? Мне всегда это интересно Я всегда задаю вопрос Почему? Расскажете? Хочу, чтобы дружить Хочу дружить своей семьей И буквально В понедельник-вторник Приезжаешь ко мне домой С женой И мы общаемся Дружим Пацан, убери И обсудим Нашу жизнь Какая у нас Обалденная Тебе устраивает вопрос? Тебе устраивает вопрос? Мы же можем Спокойно здесь общаться Да мы общаемся Ты приезжаешь ко мне домой Ты с женой приезжаешь Моя жена будет Вот человек перед тобой стоит И пообщаемся Что у нас ждет? Что у нас Какая у нас в жизни Какая перспектива? Ну что у нас может ждать? Что? То, что мы себе Приготовили Что, думаешь, если бы не мог Провести себе Мне водитель приехал И провел, блин, домой Да это хуйня Что? Смотри, кто приехал Кто? Сотрудники полиции Ой, что? Пусть приехали Ну и что Здравствуйте Здравствуйте Здравия желаю Здравствуйте Дорожный контроль, Воронеж. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин. Константин, давайте. Он въехал до БССКУМАШИНУ? Да. А сейчас кто там? А сейчас кто там? Да. А сейчас они упали. Приехал до БССКУМАШИНУ. Скорая помощь про них. Вы очевидцы, как вы видели. Я вот сам лично выдаюсь с этим человеком. Здесь нет личного. Константин, а зачем уже повисаться? Пошли. Смотрите, просто сейчас мы задержали просто пьяная водителя. Мы пока не можем там оказаться. Поэтому вы сейчас занимаетесь. Мы услышали вас. Это Новоусман? Это само Новоусман или по трассе? Да, да. По М4 поворот на лево, на центр. Пипец. Я вас услышал. Хорошо. Все, тогда на связи. Спасибо большое. Телефон осветился мой? Да, 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 да. Все, хорошо. Все. Хорошо. Вы понимаете, что вам они мешают? Что он там за курс? Что-то нет, плацпет там какой-то, да? Ну вот он у меня поршик. Это поставляет, зачем? А что за устарение? Ну, поршик, просто. Ну, 58-го, что ли? Ну, он уже староват. Ну, это да. Да выше. Не староват. В машине. 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 Бумажник свой сам забирай. Собирай. Зачем ты поворачиваешь? Я поверну, чтобы закрыть стекло. На приеме 457 молит. Поверни. Давай, закрывай стекло. Придем у вас 451 в Саратов. Все, закрыл? Двери свой бумажник. Телефон. Телефон. Документы тут. Документы. Я отдал документы. В машине. Нормально. Телефон. Я в машине закрыл. Все, я машину закрыл. Все, забрал. Телефон. Нормально. Телефон. Телефон. Документы. А, достаньте на него документы. Тут дал кучу автомобилей. Они не входит. Документы в автомобиле. Здесь права. Вот тут. Да, права здесь. Документы на автомобиле. А вот 20-21. Нет, это нет. Документы на машине. Сидеть. Вот эти, которые ждали. Сиди, сиди, сиди. У тебя вот папка стоит. Не, в багажнике. Пардачки. А. Ну, тут ради сиди. Пардачки. 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 Там все. Все. Не отнимай. Все. Не отнимай. Я отнимай. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Сиди, сиди. Сиди. На приеме 415. Ура Ургенита. Ура Ургенитского и Женя. Да. Все. Да, все. Сиди. Траком. Подожди. Сиди. Смотри. Вот я. Водительская. А вот эти документы все положи назад. Настровемые, 421. Ксива, бывший сотрудник, как я вам сказал, но не признался до конца. Чистосердечное признание облегчает понимание. Так, сейчас объяснение возьмем, Вадим. Ну, ты знаешь, как все написать? Да, конечно, все, да, мы все знаем. Сколько мы их уже переловили. Управлял гражданин ранее неизвестный. Ого! Управлял гражданин. Оставленный гражданин. Остановился. Смотри, кого набирают. Какого-то, значит, вышел из-за руля, мы стояли с ним до приезда. Так, на все, вот, ты знаешь, что он набирает? И еще указываешь? Имеется видеозапись, который помогут перестать судьбу. Шаталов. Что там? Кого набирают, посмотрите. А, да, обязательно зафиксируют. Он же вопрос решающий увидеть. Шаталов. В. И написано увеличил? Да. Хорошо видно. Все видно. Те, кто тоже видно. Он же не зря проговорит. Ну, да. Давай, на громкую включи, чтобы мы тоже послушали. Шаталов. Шаталов. Это уже... А Шаталов? Это, наверное... Папа Шаталова Евгениевна? А как фамилия его папа? Ты лучше по отчеству пробей. Фамилия. Папа. Не Владимир. Папа. Это, наверное, в общем, да. Папе начальнику ГИВДД Воронежской области. Залит его. Папа сейчас. Меня лишать хотят. Убирай. Шаталова не дозвонился мне. Это он папе нашего главного начальника звонил. Убирай. 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 Ты представляешь? Вот он подставляет просто кривой. Я не могу, блядь, человека отобрать кривой. Да, я согласен. Я ему что скажу. Звони. Он имеет право, куда хочешь. Абсолютно правильно. Подставляй тем самым. Таких людей. В 2 часа ночи. Да. И ему не стыдно вообще. Что ты думаешь? Как она заставит? Ну, не знаю. Стыдоба. Скажите, а вы Владимир Шаталова звонили, да? Вот вы понимаете? Я все никому не звонил. Ну, пытались. Документы на это самое. Документы у тебя лежат. Где? Зачем вы подставляете Евгения Шаталова, начальника ГИБДД Воронежской области? Звонили его папе? Я вообще никому не звонил. Так, все. Запись прошла. Петрович. 16-е, 02-е, 20-го года, перед вами сидит гражданин Тушинский Константин Дмитриевич, 18-го, 68-го года. Правильно? У нас есть подозрение, что данный гражданин находится в состоянии опьянения. Перед... Я данного гражданина отстраняю от управления транспортным средством. Перед процедурой освидетельствования я ему зачитываю 51-ю статью КУАП и свидетельствую против себя, своих близких, родственников. Статью 25.1. Говорит когда-то из отвода, пользуется услугами юриста. В общем так. Перед началом освидетельствования я ему предлагаю пройти освидетельствование алкотестером Юпитер 208 579. Вы согласны? Нет. Громче скажите? Нет. В областной наркологический диспансер на медицинское освидетельствование вы поедете? Поеду. Поедете? Ну, поеду может быть не поеду. Нет. Если в этом смысле там же алкоголь на пьере установится. Ну, поеду. Поедете? Да. Сейчас сначала мы заполним. От свидетельства на месте вы откажетесь. Меньше там не покажет. Вы поедете к доктору, еще раз скажите. Да нет. Второй вот инспектор спрашивает. На месте вы отказались? Проходите. Вы в наркологический диспансер поедете? Да отказывайтесь. Отказывать. Ну, дождите. Ну, пусть снимут. Что вы? Отказывайтесь. Здесь проходите, отказывайтесь. В наркологический тоже отказывайтесь. Отказывайте ваши решения. Да, отказывайте. 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 Все понятно? Петрович, все выключают? Да. Там мы снимаем. Константин, скажите, как вы относитесь к водителям, которые управляют состоянием опьянения? Отрицательно. Вы поддерживаете наше движение по выявлению пьяных водителей? Поддерживаю. Поддерживаю. Они их поддерживаю. Что вы можете сказать нашей аудитории, которая будет смотреть? Не ездить пьяных за рулем? Не надо пить за рулем. Вы это поддерживаете? Я так считаю, что если есть водители на служебной машине, в том числе, которые сейчас с водителем, можно приехать с водителем. Был на мероприятии, но ехал с водителем. Я вообще и не выпивал. Вы не выпивали, вы не управляли? Нет, не управлял. Константин, скажите, пожалуйста, родились вы в Белоруссии? Да, Гомельская область. Какая? Гомельская область. Скажите, а в Белоруссии вообще разрешено употреблять алкогольные напитки и за рулем управлять? Смертная казнь? Нет. А если было бы в России, вы бы позволили себе то же самое, что сейчас позволили? Да я не выпиваю вообще. Я вообще занимаюсь спортом. Это вот видно по вам, что вы занимаетесь реально спортом. Но вот почему вы сели, вы в хорошей форме, почему вы сели пьяным за рулем? Это у вас не впервые. Я вообще за рулем не сорвусь. Подожди ты, я своими собственными глазами видел, как вы управляли от ресторана «Принц» вот до этого адреса Ломоносова, 114-27. Вы смогли проследить конкретно? Да, да. Вы вышли из автомобиля, вы непосредственно здесь находились. В машине больше никого здесь не было. Ну вот здесь, где вот высадили. Друзей высаживали? Я вообще никого не высаживаю. За этим домом мой дом. Чуть-чуть не доехали. Да, чуть-чуть не доехал. Дом 6, квартира. Дом частный, я понял. Вы только что проговорили, что чуть-чуть не доехали. Ну просто мне тормознули, мог бы не останавливаться. Вы же не ДПС. Мы не ДПС, все верно, да. Я просто остановился, просто вам оказать помощь. В чем? Сам пойматься называется. Ну это ответственный поступок на самом деле. И надеемся, что последний раз вы ездили в состоянии опьянения за рулем. Я вообще никогда не ездил в состоянии опьянения за рулем. Я понял. Кроме этого раза, да? Никогда я не ездил в состоянии опьянения за рулем. Мы когда вы здесь вышли из автомобиля, вы сказали, что вы немножко выиграли, немножко куролесили. Я выпивал полгода назад. Не, не, вы же сказали. Вот тут вот здесь вы сказали. Ну я выпивал, да. Ну и чуть-чуть поездил, вот так вы сказали. Я вам сказал, что я выпивал, блядь, чай. Не, на самом деле не будем издеваться. Просто на самом деле, вы знаете прекрасно, да. Нормальный человек, мне нет, не издевается. Просто не сказал бы, но выпивал, ну что, в любом случае оформили, да и все. Там у меня миллион пропал. Миллион? А кто туда вложил? Кто туда вложил? Не знаю, что вложил. Ну, может быть, а может и не будет. По 300 готовьте. По 300? Получается 900. Это на каждого из нас, в смысле? Мы сотку просили. По 300 готовьте. У вас административное наказание за это предусмотрено от полутора лет до двух лет лишения права управления. Плюс 30 тысяч штраф. Поэтому вам нужно готовиться. Я не выпивал. Дело в том, что вы отказались от медицинского свидетельствования. За это предусмотрена ответственность. Вот именно такая, которую я вам назвал. Поэтому нам не нужно ни к чему готовиться, а готовиться нужно именно вам. К суду. И все. Водитель, видели, там ступит на заднем сиденье. Вымышленный водитель. Ну ладно, ну господи, все мы прекрасно понимаем, видим, знаем, видели. Зачем? Парни, приглашайте меня в рейд. В рейд приглашать вас? Только кто приглашает. Честно сказать. Я согласен. Я согласен. Но встретимся с вашими знакомыми и будем рвать. Да вообще без разницы. Я абсолютно согласен. Мы же тоже можем рвать. Абсолютно с вами согласен. Если у вас есть желание, наши все данные у вас имеются в материалах дела. Парни, договорились. 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 Противные тоже. Без всяких проблем. Договорились. Смотрите, не попадитесь. Мы не ездим пьяными. Блин. Это была угроза? Мы не ездим пьяными. Нет, какая не угроза. Просто мы готовы. Ты можешь снимать. Мы готовы с вами поучаствовать в рейде. Здоровые. Трезвые водители. Мы просто не пьем за рулем. Я понял. Вот только трезвыми. Мы согласны. Правильно. Все. Мы согласны. Спасибо. По трезвому. Абсолютно верно. Все. Хорошо договорились. Все наши контакты у вас имеются. Материалы дела есть. Поэтому вы смело можете всегда позвонить. Если хотите реально принять участие. Самое главное, чтобы не было ошибок. Ну какие ошибки? Не понимали трезвых водителей за пьяными. Нет, нет. Ну мы же прекрасно понимаем, о чем мы говорим. И сейчас вы пытаетесь объяснить мне, что вы в состоянии трезвости. Но не пьяны. Нет. Вот. Вы это прекрасно знаете в глубине души. И я знаю, что я чувствую, когда разговариваю с вами. Это запах алкоголя. Ваша невнятная немного речь. И шаткость походки. Это свидетельствует о признаках опьянения. Поэтому вы прекрасно это понимаете. Вы взрослый мужчина. Вы занимаетесь. Я вижу, что вы культурный достаточно мужчина. Уже достаточно большую жизнь прожили. Я уверен, у вас есть дети. И сын. В общем, дети есть. Внуки, более того. Я понимаю, что не хорошая такая ситуация. Я уверен, что это не первый раз у вас. Я не собираюсь вам мораль читать. Мы занимаемся тем, чем занимаемся. Это наше. Не первый раз в чем? Не исключено, что вы не впервые уже в таком состоянии находитесь. За рулем. В каком состоянии? В котором вы сейчас находитесь. Да я вообще не пью. Я вообще не пью человек. Ну вот скажите, о чем тогда говорить, если вы даже не признаете того, что есть на самом деле? В любом случае, уже подписали отказ. Вы прекрасно знаете, о чем мы говорим. На нас... Давайте заниматься Россией. Давайте. Мы согласны. Все, удачи. Лично, как к человеку, к вам никаких претензий нет. Есть претензия по поводу вашего нахождения за рулем в таком виде. Да вообще я... Потому что пьяный за рулем это убийца. Вы же должны прекрасно. Тем более у вас внуки. А не дай бог, если что-то вы натворите. 10-12 лет, я вообще стакан в руках не вижу. А вот не дай бог, если в таком состоянии вы кого-то собьете. Это ужас. У меня... Я вам так скажу. У нас ребята, большая наша команда. У нас один активист погиб из-за пьяного водителя. Глядя камера. Из-за пьяного водителя. Я скажу так. Он стоял на светофоре, он таксовал. Просто на светофоре стоял. В него влетел в пьяном состоянии. Человек надсмерть. Он в поме несколько дней проезжал и умер. Сегодня же ситуация вас сильно напрягла? Напрягла? Нас напрягают пьяные водители. Приглашайте на меня. Будем вместе работать. У вас есть все контакты? Вы действительно хотите помогать? Работаем вместе. Помогаете, конечно. У меня активистов очень много. Будем работать вместе. Хорошо. Все, тогда до свидания. До свидания. Да. Алло, Владимир, здравствуйте. Вы звонили, да? Нет. Ну, только что у меня пропущен звоночек от вас. Не-не-не, не звонил. Это что, по-другому? Владимир, вот я вам просто набирал, вы перезваниваете. Вам сегодня ночью Константин звонил. Помните? Да-да. Скажите, пожалуйста, вот вопрос в итоге, как решился? Ну, как решился, как... А кто звонит? А вам? Мы хотели бы вас узнать. Вы вообще против пьянства за рулем? Конечно, против. Против. Скажите, а вот Константин вот имел такую неосторожность управлять транспортным средством в состоянии опьянения, и вам звонил, видимо, за помощью обращался? Не-не-не-не. Ну, не знаю. Я никаких помощей не оказываю. Я понял. А Евгений ваш сын, да, я так понимаю? Не-не-не-не-не. И Евгений не мой сын. И вообще я к этому ни от кого отношения не имею. А к этому это к чему? Ну, что там... И я после сказал, как выпивал за рулем, так и разруливал сам ситуацию. Я понял вас. Но скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, когда звонок вот такой поступает от пьяного водителя, вот пытается, чтобы вы помогли каким-то образом, значит... Да какие бы я могу образом помочь? Я пенсионер. Ну, вы же раньше все-таки были замом Верзилина, тем не менее. Не-не-не. Никаких помощей не оказываю. Имеете в виду, что... Ну, он просто с этой целью звонил, а такая ситуация просто... Ну, это как вот... Мне кажется, что такие люди, это преступники, потенциальные убийцы, которые ездят пьяными за рулем. Просто вас беспокоит... Ну, в принципе, я с вами согласен. Просто вас беспокоит, чтобы никаких не было недоразумений? Меня зовут Вадим Серов. Да... Никаких недоразумений не будете, не переживайте. Все оформили, как положено, все там оформили. Да, все оформили. Мы просто занимаемся, мы общественное движение, дорожный контроль. Да, он погуляет без права. Уже больше таких ошибок делать не будет. Я понял вас. Ну, то есть вы его в этой ситуации не поддержали, правильно понял? Нет, не поддержал. Ну, все, до свидания, тогда удачи вам. Давайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!